О! Всем привет, мои дорогие друзья! С вами снова я, Лиза, по-прежнему меня зовут Лиза, я Лиза Мадрид, и по-прежнему я каждый год снимаю видео о подарках на день рождения. Это будет немножко смежный ролик, потому что сейчас я вам покажу подарки на день рождения, а потом кусочки, как я поеду сегодня в 5 утра к Даше Каплан на день рождения. Одни дни рождения я не успеваю просыхать. Поехали. Я хочу сказать, что у меня самые лучшие друзья. Было всего 10 человек на дне рождения или 9? Половина написала. Лиза, мы не знаем, что тебе подарить, мы вообще не оригинальные, и у нас нет никаких идей, поэтому скажи нам, пожалуйста, что тебе прямо скажи, просто прямо скажи. Я хочу то-то, то-то. И большинство из них такие, типа, ну только в районе тысяч двух. Даша Каплан написала кто-то в чат дня рождения, типа, подарки с сахаром принимаются, а она такая, ребят, очень дорого. Не надо. Саша подарил мне Джеффри Стар блеск. Под прошлым роликом я увидела вот такой вот очень странный комментарий, так давайте в этом видео мы наконец-то разберемся. Хо-эс-хо. Это Саша Александр. Начнем с простого. Я обожаю косметику Джеффри Стар. Это моя любимая косметика. Нисколько из-за свойств этой косметики, сколько из-за того, как она выглядит. Мне нравится конкретно вот то, что она такая вся для принцессы, как будто блестящаяся. Пахнет очень вкусно. Одобрямс, вообще. И это блеск у меня в оттенке Table Top. Столовый верх. Да. Если сейчас откроется окно, у меня ебница камеры. Ладно. Дальше Валера. Я dead inside. Это, короче, помада. Тоже Джеффри Стар. Вельвет. Трап. Это новая какая-то, новая какая-то линейка. Господи, Ютуб сейчас воспримет это как стоп-слово, мне кажется, и поставит мне желтую монету. Ах, да, мы же и так не зарабатываем мир, бля-бля-ть. Чтобы мне копала монетка, вы можете через ВПН посмотреть этот видос. Будет приятно мне очень. Это будет, давайте, АСМР. Распаковочка. Опа. Нуля. Господи, помилуй. Я сделаю подсъем. Короче, вот это вот все в каких-то звездочках таких. Это все матовое. Матовая такая прекрасная помада. Мне даже страшно ее наносить на губы, потому что... Звездочки сотрутся. Пахнет шикарно каким-то шоколадом. Сейчас я ее нанесу, короче, и вернусь к вам. Посидите пока, покайфуйте. Шикарно. Хочется сказать несколько слов про день рождения. Дело в том, что он прошел не совсем так, как я планировала. Потому что не смогли прийти несколько человек. Не смогла прийти Даша Каплан, Алиса, резервация. Мой друг Андрей, про которого я снимала ролик. Можете по ссылке посмотреть его внизу. И Ростик. Это тоже из группы 20 токенс гитарист. Все они не смогли прийти по одной простой причине. Алиса, потому что она уехала в Грузию. А Андрей с Ростиком, потому что они уехали в Прагу жить навсегда. Даша не пришла, потому что у нее там больше нет общих знакомых на моем дне рождения. Это действительно было бы не очень комфортно для всех. Для Даши в особенности. У меня была истерика, когда это все происходило. Когда Андрей с Ростиком сказали, что они уезжают. Я сначала же переносила день рождения из-за их тура весеннего, который должен был быть. На 13 апреля я перенесла свой день рождения. Потом они уехали. И я такая вообще, а вообще зачем отмечать этот день рождения? На этом фоне у меня была... Я не знаю, короче, паника у меня была. Сложно это описать. Чувства типа какой-то безысходности что ли. И спонсор этого ролика это снова сервис онлайн психотерапии. Ясно. Сейчас у многих такая ситуация, что нет возможности встретиться со своими близкими, друзьями и получить от них поддержку. Разрыв связи это всегда очень тяжело. И многие мои подписчики писали о том, что им тоже пришлось попрощаться со своими родными. И если у вас нет возможности пообщаться с ними, то вы можете обратиться как раз к психотерапии. Если вы переживаете насчет событий, которые сейчас происходят в мире, и они коснулись вашей психики и ударили по ней точно так же, как ударили по моей, то я вам очень советую попробовать. Ясно, это сервис с большим выбором психотерапевтов, который проходит очень жесткий отбор, и вы точно подберете того, который будет вам по душе. Все специалисты там очень опытные, они помогут вам поддержать себя, почувствовать опору, и вы сможете жить дальше более спокойно. Все сессии проходят онлайн, вам не нужно переходить в какие-то сторонние приложения, это все делается на самом сайте. Поскольку вы сами выбираете время сессии и дни, по которым они будут проходить, вы можете просто в тапочках и в халате сидеть реально перед этой вот вебкой, как это делаю я. Мой промокод МАДРИД дарит вам скидку 20% на первую сессию, его нужно ввести при регистрации. Ссылку на сервис Ясно я обязательно оставлю в описании к этому видео. Друзья, здоровье это очень важно, а психологическое не менее важно. Сейчас подарок будет очень в тему, потому что это подарок от Андрея. Я на самом деле была очень удивлена, приятно, я была... Да бля, я была просто в хуя. С того, что Андрей нашел способ меня поздравить. Андрей находится в Чехии. Он заранее перед своим отъездом передал его через подругу, но я там разрывелась на дни рождения, жесть, потому что я вам сейчас зачитаю письмо, я думаю, можно зачитать, там уже ничего такого. Но для меня это ничего такого, вы знаете, такая скобка, типа, целый мир. Андрей не выговаривает букву L, хлеб, и у него рот косится. И тут лама, короче, у которой рот перекошен, и он пишет, реально на меня похож, типа букву L говорю. Привет, Лиз Лизыч. Ты знаешь, я не особо... Бля, ну и почерк. Ты знаешь, я не особо умею поздравлять, но я хоть и уехал, но пообещал, что буду писать и звонить. Я рад нашему знакомству и ценю тебя. Желаю тебе всего самого лучшего, жду нашей встречи. Твой андроид. Вот тебе небольшой ништяк от меня. Бля. Первый подарок, который мне подарил, вы видите, на мне, это вот такая вот футболка. Ну вот, а что говорить, просто охраненная футболка. Футболочка моя, тишорт. У нее здесь еще шаринганы. Я сначала думала, что это бирка, но нет. Сука, бирки, только на стринге, а стринге, а! Вторая вещь, это лонгслив. У него, кстати, на рукавах подвязки прикольные, как будто типа завязанная рукава странная, но это прикольно выглядит. Обещаю, что я буду такой же сильной, как Сакура Харуна. И третья вещь, это топ. Он такой типа короткий, с очень интересными вырезами. Люблю Андрейчика. Андрейчик. Ну а мы, собственно, едем дальше. Маша Захарова. Машенька. Что мне подарила Маша? Я сказала ей, что у меня заканчивается консилер от Nars. Он достаточно дорогой, кстати, на сайте Элитуале он стоил 3500, но по бриллиантовой карте я заказала его, по-моему, за две. Вот такой вот консилер. Он просто у меня заканчивается уже, он очень крутой, кремовый, плотный, нереально плотный. Закрывает весь синяк абсолютно, но сегодня просто есть некоторые проблемы. Годен, кстати, два года, я в шоке, только что увидела. Приятная новость. Дальше Эля. Попросили же я. Сарфи, бацарфи. Сарфи, бацарфи, бацарфи. Машенька увидела сырную лавку и вспомнила, что это было за слово. Это было слово Рикота. Я сказала Рикота, и он такой, не понимаю, не понимаю, о чем вы. Я такая, бля, ладно, Рикота. Он такой, а, понял. Ты как будто не понимаешь, что я имею в виду. И люди такие странные, я в шоке. Ну, а сбоку вкуса, что ты хотела? Тебе не шубу в трусы заправляли. Я покажу вам сейчас, что я купила в Интимисиме. Блядь, Интимисиме. Оба, это я уже сходила в магазин. Я такая крутая, перебивочки снимаю. Йоу. Следующий подарок. Спасибо. Сейпинки в лице менеджера Владика Радика. Вот такой вот космический паренек. Это Влад. А это хуй пойми. То ли Никита, то ли Валера. Они подарили мне пластинку. У меня, правда, нет проигрывателя, потому что он сейчас стоит как чугунный мост, мне кажется. Ну, типа, тысяч сто, я думаю, стоит он. Боже мой. И мне больше всего нравится, что вот это вот они сделали. Я все-таки поняла, что я очень плохо умею описывать подарки. Но это выглядит просто нереально. У меня есть друг, у которого есть проигрыватель, и я вот думаю, отнести ему и поставить. Ой, как здорово. Это у меня, знаете, подарок от музыканта-музыканта. Дальше Юля Теплова подарила мне кофту, которая очень вкусно пахнет. Надо сейчас написать Юле, чем она ее надушила, потому что пахнет просто пипец. А, ясно, спасибо, не надо. Юля, Юля, Юлечка. Ой, ну красота, красота. Вот такая. Я просто еще не смотрела подарки, видите, для того, чтобы видос был поинтереснее. Решила первое впечатление. Плечи у нее, правда, вот я боюсь за плечи, что они будут казаться, что у меня широкие плечи. Но я думаю, что вы видите, да? Короче, напишите внизу, широкие ли у меня плечи или нет. А что, быть пловцом не так уж и плохо? Пловец, блядь. И следующий подарок. Это от Дины. Гордеева Дина Анатольевна любит хрючево. Дина веган, поэтому все сладости, которые она мне подарила, они веганские. Да, я заспойлерила там сладости. Они очень вкусные. Если вы увидите вот такие вот маршмеллоу, возьмите. 330 в пачке. Тупая привычка смотреть калории. И денежка. 3,5 миллиона здесь лежит. Я сегодня еду на день рождения к Даши Каплану. В 5 утра у меня Сапсан. На день рождения к Даши Каплану. Я в 5 утра села в Сапсану. Ай! Я подарю Даше чай гречишный. Гречишный чай это топ. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. И тарелочку. Не хочется ее вытаскивать на самом деле из этой пупорчатой упаковки. Такая будет Даши Каплан пить гречишный чай. И смотреть на эту тарелку. Потому что она декоративная. Поехали в Питер. Я все проспала нахуй. Просто все. Это просто ужас. Я проспала все на свете. О боже. Я успела. Кто? За что я? Ну, они с этой самки трек новый. Липсиха? Да. Липсиха вышел, мне кажется, лет 5 назад. Маме доллар? Не, это не то все. Или это все Липсиха? Это все Липсиха. Вспоминаю. Вспоминаю Ксанакс. Московско-Кастанайская делегация прибыла в город Санкт-Петербург на Московский вокзал сегодня в 9 часов 15 минут. Короче, заселение с двух. И нас не заселили. Поэтому мне сейчас нужно поесть. Я почти сила зубы в туалете. Мне нужно поесть. Я пойду сейчас в гоу-веган. Поем в гоу-веган. И потом поеду в свой любимый секонд в этажи. Поехали нахуй. Поехали нахуй. Скажи, пожалуйста, где все вино на Лиле? Я попросила. Он подходит и спрашивает. Вон он, вон он, вон он. Позови его, пока он не ушел. Извините. А можно мне водки нахуй? Итак, мы уже пришли, собственно, на день рождения. Вот, собственно, мама и я. А вы знали, кстати, что их недавно спалили? Что они с Юликом встречаются? Я бы пошла видела новость. Не записывай. Ладно, убери. Я как истинная леди. Было бы забавно, если бы я взяла не свое сейчас. Но нет. Или бутылку. Я понял. Когда она не любит, значит. Какая красавица. Какие у тебя глаза красивые вообще. Да. Саша один из тех людей, кто постоянно мне пишет комментарии под фотографиями. Волосы шикарные. Волосы выглядят просто отпад. Сейчас, Лиза, глаза просто нереальные. Вот такая вот у нас потребительская тарелка. А это Эвелинушка. Короче, мы общаемся, общаемся. Юлик все говорит мне, давай иди стрим, иди стрим. Типа, а то скоро Ютуб забанит, все забанит. Даня говорит, да не, Ютуб не забанит. Он такой, да блин, не мешай людям, пожалуйста, переводить. Переводить людей в мой сквад. А я все ем, и 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 ем. Нет, ну я не буду корку. Это микрофон. Блядь. Я напила с одного бокала вина, поэтому это микрофон. Трэш. Это Никита Мастеров. Будьте знакомы. Люблюсь, очень люблю. Очень люблю поесть. Я ничего так не люблю в этом мире. Как поесть, типа. Посмотрите, внимание, какая женщина стояла рядом с нами. Так, еще раз показываю. И она курила вот так. Можно опироль? Короче, я набухалась. Это мой менеджер. Дай мне комку. Вот этот человек говорит сейчас. Всем привет. Третий день, как я узнал, что такое. Третьего дня, комрады, посоветовали надежный мегадеватель. Не, не, он, ты сказал про пончо, смешно. Блядь, я уже забыл. Он такой говорит, третий день, я узнал, что такое пончо. Ебать, садишь. Нормально? Баня по-черному. Бра, баня по-черному. Нормально идет? Они вводили... Так, ладно, хватит. На первый день достаточно. Короче, я проснулась и поняла, что мне нужны трусы. Я незапланированно осталась в Питере еще на один день. Даже на два. Потому что вчера Юлик предложил всем пойти в караоке. И эта идея показалась мне просто шикарной. Мы изменили билеты, продлили отель. Но сегодня эта идея уже не кажется мне такой шикарной. Но одни трусы – это действительно проблема. Короче, я просыпаюсь от того, что играет один и тот же будильник, короче, десять раз. Ну, мелодия. И когда на двадцатый, блядь, раз, я спрашиваю Сашу. Че это у тебя, блядь, там? Почему ты не можешь будильники выключить? А это будильники с примерами, нахуй. А шо, нужно один решить? Ну? Один нужно решить? Ну, сейчас у меня стоит один, вот с тремя эти ножи все время играть. Это слагаемые? Нет, это нахер. Это точно что? Какого хуя будильник с примерами? Будильник, блядь, с примерами. Я купила майонез. И я хожу с ним по всему городу. Испортится ли он за шесть часов в поезде, потому что ехать нам в поезде обратно шесть часов? Но мне кажется, что нет, потому что он в банке. А нам шесть часов реально ехать? Пять с половиной. Как же мы будем? Че мы будем делать? Друзья, импортозамещение. Фунделина одна штука. Что думаешь? Думаю, что трусы надо поискать в других магазинах. Так, ну мы привели себя в порядок, а то мы были не в порядке. И сейчас мы едем в караоке. Мне нравится, как я накрасилась. Маленькие стрелки мне идут больше, чем большие. Вот эти люди уже второй день в этом караоке. Блядь, бейте меня, блядь. Я в караоке. Мне весело. Вы мне верите? Ой, я, короче, ой. Короче, я сегодня проснулась, у меня болит горло третий день. Ну, потому что я на сегодня день рождения прыгала в купели, блядь, в минус один. Я сегодня просыпаюсь, и у меня настолько сильно болит горло, и я пытаюсь выдавить из себя хоть слово, и у меня нихуя не получается. То есть я просто такая... Я думаю, охуенная сегодня в караоке схожу, блядь. Смотрите, какая тут утка на семь, семь с половиной тысяч затяжек. Вау. Уч-у-ду-ду-ду-ду-ду-ду, три колодца. Защити, защити нас от солнца. Ты в пустыне спасительный круг. Уч-у-ду-ду-ду-ду. Сан-Франциско, тысячи огней. Это Сан-Франциско, город полный риска. Это Сан-Франциско, мы дели USA. Голубы моего василия. Серьезно? Просто суть? Домами тихий неси. Домами тихий неси. Домами тихий неси. На школьном корпоративе. Что меня тянет сюда, я не знаю. Без мусорки мне оказываться надолго нельзя. Полетели сквозь стрелы, под обстрелами подожмем. Чтобы ты не сгорела, я буду твоим дождем. короче мы идем в ресторан а почему мы идем в ресторан изначально все такие типа вызываем такси вызываем такси и я единственная кто посмотрел сколько идти блять до ресторана а идти до него 7 минут елизавета мадрид исполняет вам песню максим дождь я не знаю в этом видео у вас вот кинематографичный пролет по клавишам прямо сейчас потрясающе вот так в целом прошел мой день мы просто танцевали под мою любимую песню пили очень вкусные напитки из стопок и в целом все было у нас все хорошо очень бодрящие утро иду сдавать номер проводила ой блять оставила там сашу потому что я уже не могу ждать пока напроснется если честно не люблю людей которые долго спят типа всю жизнь проспишь я без осуждения если что просто как факт и в магазин за коврик интересное наблюдение я когда бухаю у меня зуб мудрости режется мне вчера игорь синяк такой горит лиза представляешь тут работает в пите гучи луи виттон я такая да и макдональдс кто о чем кто о чем ищу кабачковую икру да петреш ну 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 прийти